Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие». И мы будем читать 12 главу этой книги. Здесь завещание Моисея народу об уничтожении следов и проявлений идолопоклонства на всей земле обетованной, как надо охранять устав о жертвоприношениях и единстве богослужебного собрания, богослужебного места, где будет проходить общественная служба. Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог Отцов Твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Были законы для жизни вне святой земли. Например, до того, как евреи овладели святой землёю, они могли совершать жертвоприношения в любой земле. На горе Арарат, как это делает Ной, в других местах. После того, как евреи захватили святую землю, они могли совершать жертвоприношения в любой части святой земли, на любом месте, на любом поле. И это мы видим. Но после того, как они захватили Иерусалим, то жертвоприношение можно было совершать на горе Мария, на храмовой горе, и уже больше нигде. Поэтому здесь и обозначено. Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнять на земле, которую Господь, Бог Отцов твоих, дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах. И под всяким ветвистым деревом. Ну, кто-то может спросить, а почему язычники выбирали высокие горы, холмы для поклонения? Они чувствовали заземленность своих фантазий, галлюцинаций, поэтому старались хотя бы повыше созидать свои капища. И разрушьте жертвенники их, и разрушьте столпы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его, там обращайтесь туда, приходите. То есть все ложные капища надо уничтожить и обозначить одно место. И тут приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольное приношение ваше, и мирные жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего, и ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы, семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, а Бог твой. То есть для того, чтобы наладить правильное служение, надо уничтожить идолослужение. Здесь такая логика. Но прежде всего, аллегорически, надо уничтожить идолопоклонство в самом себе. У нас очень много идолов у каждого. Это поклонение деньгам, поклонение каким-то вещам, кто-то связан ложными суевериями, там, приметы, гадания и так далее. Все это мерзость в глазах Бога. Там, то есть на Святой горе, вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. То есть на этой горе нельзя своевольно поступать. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе. То есть здесь еще Святая земля не захвачена, Иерусалим не захвачен. Они могут приносить, где хотят, жертвы. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь ваш, они еще не знали, в каком колене будет храм, тогда какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам сегодня. То есть храм посвящался имени Божию. Все сожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу Богу вашему. И веселитесь пред Господом Богом вашим, вы, и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левиты, которые посреди жилищ ваших, ибо нет ему части удела с вами. То есть левит может веселиться в каждом месте, потому что у него нет своей земли. Его удел – это храм. Берегитесь и приносите всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Что значит, ты увидишь? Ну, казалось, красивое место. Не так. Но на том только месте, которое изберет Господь Бог твой, в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои, и делай все, что заповедую тебе сегодня. «Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть по благословению Господа Бога твоего мяса, которое Он дал тебе, во всех жилищах твоих нечистые и чистые могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливаете ее, как воду». Здесь уже речь идет не о жертвоприношении, а о пище. А в пище нуждается и чистый человек, и нечистый. Каждый должен вкушать, только запрет на кровь. «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенца крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношений рук твоих. «Но ешьте сие только перед Господом, Богом твоим, на том месте», речь идет о храме, «который изберет Господь Бог твой, ты и сыны твои, и дочери твои, и рабы твои, и рабыни твои, и левиты, и пришельцы, которые в жилищах твоих, и веселились пред Господом, Богом твоим, о всем, что делалось руками твоими». То есть религиозное торжество – это радостное торжество, потому что людям отпускаются грехи, как же им не радоваться, не веселиться. Тем более в этой книге прямой запрет. Бог не принимает служение себе без радости и веселья. «Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей». То есть левит не может зарабатывать, там, бизнесом заниматься, поэтому его надо поддерживать как можно. «Когда распространить Господь Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелала есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, то есть храм, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь Бог твой, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, то есть рядом с домом или в доме, по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя, нечистый, как чистый, у тебя могут есть сие». То есть и чистые, и нечистые все едят. «Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом, не ешь и я, выливай ее на землю, как воду, не ешь и я, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во веки, если будешь делать доброе, справедливое пред очами Господа Бога твоего». Запрет вкушать кровь – это очень древний запрет. Он распространяется и на христианскую часть Библии, и на еврейскую часть Библии, и на постановление поместных и вселенских соборов и учения отцов. То есть кровь в любом виде для нас скоромна. «Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои, приноси и приходи на то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там и имя Его. И совершай всесожжение твои мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего, но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господня Бога твоего, а мясо ешь». То есть была служба всесожжения, когда целиком сжигали жертву, а была служба, где сжигали часть, а часть оставляли, давали священникам в пищу и сами ели. «Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедуют тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное предачами Господа Бога твоего». Но вот кто-то может возразить, а как это связано, религиозные ритуалы, культы и хорошая жизнь. Отец Павел Флоренский так и говорил, «Вся разруха в современной церковной жизни от невнимания культу». Я часто вспоминаю эти слова. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сети, последуя им по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сие богам твоим, так буду и я делать». О чем это речь? Ведь здесь сказано, что они уже изгнаны, будут эти народы, но есть опасность. Кто-то начнет служить их богам. Это была общепринятая практика, когда римляне приходили в какие-то земли завоеванные, египтяне, ассирийцы, они приносили жертвы местным богам. Как бы говоря, мы не с богами, мы с людьми воюем. И вот это запрещено. «Не делай так Господу Богу твоему», то есть такое двоеверие, «ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богами своими». Обожествляют наживу, секс – это как божество этого мира, распутство. Поэтому здесь так строго и сказано, «ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим». и в то же время богами своими. Здесь, допустим, два прочтения. «Они сыновей своих и дочерей своих сжигают на огне богам своим». А в некотором случае сыновей и дочерей делают богов, когда бегают вокруг них, и каждое их желание исполняют и воспитывают конченных эгоистов. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляй к тому, и не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Это конец 12 главы. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 13 главу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова